Медреформа от Ульяны Супрун становится все конкретнее. Уже с понедельника стартует поиск семейных врачей. Украинцы должны выбрать для себя специалиста, при посредничестве которого будут получать все остальные медицинские услуги. Еще одна новация создается над служба здоровья, которая должна будет финансировать каждую услугу в украинском здравоохранении. Кто возглавил новое ведомство и зачем вообще все это нужно, напомнит наш материал. Лечиться по-новому. Уже с 1 апреля украинцы смогут подписывать договора с семейным врачом. Время на выбор врача, как говорят в Минздраве, не ограничено. И подчеркивают, уже с июля деньги с налогов каждого украинца пойдут к семейному врачу. И направляться они будут через национальную службу здоровья. На этой неделе на заседании Кабмина представили главу ведомства. Это Олег Петренко. Именно он возглавил новый орган, у которого в распоряжении будет ни много ни мало 100 миллиардов бюджетных денег. Именно к государственному страховику над службой здоровья будут стекаться все медицинские деньги из казны. То есть наши с вами налоги. И дальше служба будет курировать, какой больнице, сколько дать. Для этого все медучреждения заключат с ней договор. Через новый орган будут проходить все медицинские закупки. Скептики говорят, поле для возможных коррупционных маневров очень широкое. Поэтому службу здоровья должны контролировать счетная палата, госаудиты, НАПК и НАБУ. Первый глава надслужбы здоровья – известный управленец от медицины. Он долгое время руководил частными клиниками. Был советником при Минздраве. Именно Петренко – один из идеологов медреформы. Некоторые эксперты его назначения считают победой. Другие – более сдержаны в оценках. Но в полной мере оценить и Петренко, и работу над службой здоровья пока невозможно. Заработать все должно только с лета.